Продолжаем выпуск. Департамент государственного имущества и приватизации ведет работу по нескольким направлениям. Одно из них – передача имущества в доверительное управление, аренда или продажа. В прошлом году по проекту «Единый балансодержатель» на баланс приняли 29 объектов недвижимости и заключили договоры, что позволило значительно сэкономить денежные средства. Смотрим сюжет. В рамках передачи государственного имущества в имущественный наем департамент сдает недвижимость в аренду на три года. За это время наниматель занимается развитием своего бизнеса и поднимает его на новый уровень. В 2020 в первом ведомстве заключили пять договоров. Доверительное управление передали 437 квадратных метров в госимущество. Большая работа ведется и по проекту «Единый балансодержатель». С 2015 года в рамках проекта на баланс приняты 29 объектов недвижимости общей площадью около 19 тысяч квадратных метров и 22 единицы автотранспортных средств, из которых на данный момент переданы 10 объектов недвижимости в коммунальную собственность и 18 автотранспортных средств также переданы другим государственным органам. За 2021 год заключены договора на 14 автомобилей, также заключены договора на комплексное обслуживание и содержание административных зданий 23 объектов, также заключены договора на охрану зданий и услуги по отоплению. Сумма экономии составила 29 миллионов, около 30 миллионов тенге. Такая экономия позволила департаменту отремонтировать шесть административных зданий в Петропавловске и ряде районов. Кроме того... В трех районах в 2021 году провели передислокацию управления казначейством в единое здание, где находятся теперь и государственные доходы, и казначейство. В связи с сокращением штата, данная передислокация производится в связи с сокращением штата, что позволяет объединить эти госорганы в одном здании. Остальные здания передаются в коммунальную собственность, а на данный момент у нас еще одно здание стоит на продаже. А именно управление казначейства Мамлюдского района. Его выставят на аукцион 9 марта. Пойдет на торги и имущество, у которого не было спроса на первой продаже. Например, к реализации на торгах готовы 33 компьютера. Цена за каждый – 20 тысяч тенге. Активная работа и по линии конфискованного имущества. Его в прошлом году поступило более 50 тысяч единиц. Из них 46 тысяч передали юридическим лицам. Для укрепления технической оснащенности было передано Карабутавскому лесному хозяйству одна единица автомашины Toyota Land Cruiser. Для медицинских требований, для изготовления антисептиков передано многопрофильной городской больнице скорой медицинской помощи спиртосодержащая жидкость в количестве 45 тысяч 923 литра. Оценочная стоимость которой составила 82 миллиона тенге. Около 1500 единиц конфискованного имущества продали через электронный аукцион. Передача в аренду, доверительное управление или продажа объектов проводится на сайте госреестр.кз. Участвовать в торгах может любой желающий.